Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная серия для начинающих. Вот в предыдущем ролике я описала, назвала весь список примерный, вот их много-много этих средств, и сухие и жидкие удобрения, которые можно использовать для подкормки ранней рассады томатов. Сейчас я буду каждое отдельно описывать, потому что они все немного разные. И вот сегодня в этом видеоролике будет главный герой вот это средство, биогумус. Так что вот на вопрос, чем можно подкормить рассаду томатов на ранних сроках, ответ может быть такой вот, биогумусом. Это жидкое, комплексное гуминовое удобрение, которое можно использовать для подкормки рассада. Когда я снимала вчера видео, о чем подкормить рассаду томатов, я рассказывала о том, что удобрения бывают минеральные, органические, разделяют на комплексные, однокомпонентные, и что рассаду на раннем сроке чаще всего подкармливают именно комплексными составами, содержащими азот, фосфор и калий. Но он может быть и сухой, этот комплекс, НПК, а может быть и жидкий. Так вот, наилучшим вариантом комплексного удобрения для молодой рассады является все-таки вот жидкие такие гуминовые удобрения. Они очень удобны в применении, достаточно растворить необходимое количество средства в воде, и можно сразу же приступать к поливу или к опрыскиванию. Вот торговые сети предлагают нам огромное количество таких удобрений. Это от самых известных и популярных, таких как гуми Кузнецова, потом Агрикола, Идеал, всякие гуматы натрия, Заслон. Сейчас я расскажу именно о простом препарате Биогумус. Это привычная для таких удобрений чёрная смесь, жидкость, не смесь, а этот раствор. На лицевой стороне этикетки написано «Гуминовые удобрения для выращивания рассады». Бережный уход и защита. Полный набор микроэлементов. На обратной стороне бутылочки, тут вот мелко, но я вам прочитаю, удобрения универсального назначения для выращивания рассады. И способ применения. Замачивание семян, один колпачок развести в 2 литрах воды. Полив рассады, один колпачок на 5 литров поливать 1 раз в неделю. Перед посадкой окурнуть корни рассады на 5 минут в раствор, один колпачок на 2 литра. И состав. Азот, фосфор, калий, соли, гуминовых кислот. То есть, все то, что нам нужно для первой подкормки. Все три макроэлемента и соли гуминовых кислот. Гуминовые кислоты, которые входят в состав, они не только благоприятно действуют на корневую систему растений, но и повышают иммунитет рассады, что очень важно для нас. Вот данное удобрение произведено, вот здесь написано, у нас в Сибири, в городе Новосибирске. Но я уверена, что в каждом регионе есть такие маленькие фирмы-производители, подобные куминовых удобрений. Потому что их далеко обычно не везут в сибирском регионе свои производители, ну где-то там в Татарстане, наверное, свои. У них у этих удобрений могут быть различные названия, разные фирмы-производители. Но главное, не название и производитель, а именно состав. Вы должны обязательно читать состав. В нём должно быть три макроэлемента, НПК и набор микроэлементов, и могут быть добавлены гуминовые кислоты. Именно поэтому они вот такие чёрные. Как я уже говорила, жидкое удобрение очень удобно в применении, приготовить такой раствор очень легко. Но хочу ещё раз напомнить, что в большинстве случаев подкормки юной рассаде не нужны. Повторюсь, что если внешний вид рассада не вызывает у вас никаких волнений и сомнений, вы не видите никаких симптомов голодания, значит им всего хватает. До появления одного-двух настоящих листьев томаты подкармливать не рекомендуется. Всё. И вот о стоимости я уже там говорила про стоимость, что вот такой стоит 35 рублей, пол-литровый 70 рублей. Но его хватает надолго, они экономичны, вот эти растворы. И вам одного такого флакона на весь растадный период, если вы выращиваете немного не на продажу, а только вот для своего огорода, вам вполне хватит. И вот этот, почему именно выбирается биогумус вот на ранних, на таких стадиях? Ну потому что гумус это органическое соединение, которое входит в состав плодородного грунта, является пищей для наших растений. Это удобрение именно не искусственное, а созданное природой на протяжении длительного периода. Если в земле нет гумуса, то не будет обильного урожая и крепких здоровых растений. И гумус невозможно создать в фабричных условиях, как вот это вот, все вот эти элементы, их можно создать в фабричных условиях, а гумус нет. Поэтому большинство гуминовых удобрений продаётся в жидком виде. Именно поэтому мы выбираем для первой подкормки жидкое удобрение, потому что оно самое естественное, как сказать, более подходящее, более легко усваиваемое маленькими вот этими нашими саженцами. Ну и всё. Хочу напомнить, что в подкормках лучше не докормить, чем перекормить. Делайте, если у вас совсем маленькая рассада, дозировку чуть поменьше, чем в инструкции. Можно даже половину. Всё, до свидания. Вот это был краткий обзор вот таких простых препаратов, как биогумус. У нас вот региональный, вот в Сибири сделан. У кого-то есть в регионе другой. Главное, смотрите, состав. Должен быть три элемента НПК. Гумус добавлен, гуминовые кислоты и микроэлементы. Всё, идеальный вариант для первой кат-подкормки. До свидания.